Вы смотрели брифинг службы центральных коммуникаций, говорили о коронавирусе, но о эфир продолжают новости. В студии работает Виктория Антонишина и я Вера Захарчук и смотрите в выпуске. Компенсации не будет. Десятки лошадей гибнут в Казалардинской области. Почему животноводам отказываются возмещать ущерб? Контроль за четвероногими. Гуманный метод борьбы с бродячими животными опробуют зоологи. 35 миллионов тенге намерены потратить на биостерилизацию. Пустые обещания или деньги на ветер. Водопровод, построенный по госпрограмме в селах Восточного Казахстана, так и не заработал. 182 медицинских работника скончались от COVID-19 с начала пандемии. Региональные комиссии одобрили 58 заявок от родственников погибших медиков на получение компенсации. Деньги уже перечислили 36 семьям. Всего же в стране коронавирусом и пневмонией заболели почти 13 тысяч медработников. Более 8 тысяч заразились на работе. Компенсацию получили пока 88% медиков с диагнозом COVID-19. В регионах Казахстана могут ввести новые ограничения из-за ситуации с птичьим гриппом. Об этом сегодня на брифинге ВСЦК заявила заместитель главы профильного ведомства. По информации Гульмира Исаева, вспышки опасной инфекции зарегистрировали сразу в 9 регионах Казахстана. По предварительным данным, погибло почти 600 тысяч голов на личных подворьях и птицефабриках. Карантин введен в 48 населенных пунктах, где подтвержден высокопатогенный птичий грипп. Тем не менее, Гульмира Исаева заверила, что на сегодня падеж птицы прекратился в 4 регионах. В Туркестанской, Жамбылской, Октюбинской, Карагандинской областях и в Шимкенте. Она тоже дала пояснение об ограничениях на ввоз или вывоз живой птицы, мясо и яиц. Это будет связано с появлением новых сведений о падеже птицы. И в случае, если лабораторные исследования покажут наличие высокопатогенного вируса гриппа птиц, то тогда ветеринарной службой будут вводиться ограничения, будут проводиться необходимые карантинные мероприятия. Кроме того, вице-министр сообщила, что в стране планируют разработать программу по страхованию пернатых. Она рассказала, как птицеводы могут получить компенсации. Для этого необходимо открыть свой личный счет, получить выписку от Акимата, иметь акт падежа и утилизации от ветеринарной службы. В целом, на сегодня подлежат возмещению почти 330 тысяч голов. Уже 8 сел Кустанайской области закрыты на карантин из-за птичьего гриппа. Диагноз подтверждают результаты экспертизы. По данным регионального управления ветеринарий, на въездах в эти населенные пункты установлены блокпосты, и там работают дезинфекторы. Из сел, где установлен карантин, теперь не вывозят пернатых и продукцию птицеводства. По информации ветеринара, в области на 1 октября погибло больше 370 тысяч птиц разных видов. В ближайшее время власти планируют закрыть еще одно село Целинное. Это в 50 километрах от Аркалыкской птицефабрики, где зафиксирован самый массовый падеж – кур несушек. Сейчас выставлено представление Акима области об установлении карантина. То есть ведутся работы. Диагноз подтвержден. Нужно дождаться, когда зарегистрируют постановление Акима. В Женокурганском районе Казалардинской области зарегистрировали массовый падеж скота. Однако компенсации фермерам ждать не стоит. Ветеринары заявили, что лошади погибли от гастрофилеза. Но эта болезнь не относится к особо опасным инфекциям, поэтому владельцам умершего скота компенсации от государства не положено. Об этом заявил руководитель областного управления ветеринарией. Отмечу, заболели там лошади, находившиеся на пастбищах. В этом году в регионе из-за жаркой погоды расплодились паразитные насекомые. По предварительным данным погибли 29 голов. Сколько точно лошадей пало, пока неизвестно. Многие домашние животные не были зарегистрированы. По словам специалистов, падеж скота в регионе фиксируется периодически. Особенно в жаркий период. Болезнь лошадей относится к паразитарным заболеваниям. Гастрофилез сначала поражает пищеварительные органы животных, а затем и мозг. В таких случаях вылечить животное уже невозможно. Кроме того, все ветеринарные мероприятия должны проводиться за счет собственных средств хозяев скота. Для профилактики заболевания следует постоянно и тщательно чистить круп лошадей от насекомых. Вместо воды пустые обещания. Жители поселка Турыл в Тарбогатайском районе на востоке Казахстана живут без качественной питьевой воды. Хотя по бумагам водопровод давно должен был быть проложен. Возмущены люди. Наши корреспонденты уже рассказывали об этой проблеме в начале августа. Тогда подрядчики обещали исправить ситуацию за неделю. А Нелли Сенбердина выясняла, сдержали ли они свое слово. Такие краны сейчас есть в домах почти каждого жителя Тугыла. Только вот вода в них по часам грязная и ржавая. Поэтому в основном люди ходят к колонкам и выстаивают там очереди, пока живительная влага нацедится во фляге. Хотя по документам вода в селе есть еще с 2018 года. Но оборудование для ее подачи не работает. По нашим документам данный резервуар в 2018 году был сдан. Но до сих пор почему-то он не работает. Как сдавали данный резервуар в аварийном состоянии. Там множество очень грубейших нарушений, элементарных нарушений. Ержан Икласов специально приехал в Усть-Каменогорск. Рассказывает, обещали протекающий резервуар починить еще в начале августа. Но с тех пор прошло уже два месяца и ничего не изменилось. Управление ЖКХ области подтверждают. Работы ведутся до сих пор. Экспертиза показала, что там требуется капитальный ремонт. И пол, и стены резервуара. Теперь надо армировать и нарастить еще на 10 сантиметров бетона. Некачественно сделали резервуар чистой воды по 700 кубов. Там два резервуара. Сделали обследование, техническое обследование. Специально наняли организацию. И они пришли к выводу, сделали заключение о том, что строительные монтажные работы там велись с нарушениями. И мы в связи с этим на подрядную организацию подали в суд. Разбирательства идут уже месяц. И сколько продляться еще, неизвестно. По гарантии подрядчик обязан отремонтировать оборудование. Но дело оказалось не только в нем. Скважины, которые подают воду в резервуары, были пробурены по исследованию прошлого века. И воды в них для Тугула с пятитысячным населением оказалось уже недостаточно. К делу подключился партийный контроль Нур-Отана. Рабочая бригада уже дала свои рекомендации чиновникам. Отделу жилищно-коммунального наказательства Тарбатайского района было поручено подать заявку для третьей скважины, чтобы объем подземных вод был достаточным в любое время года. Пока борют вторую скважину, параллельно должны идти ремонтные работы. В областном управлении ЖКХ обещают, вода будет к концу октября. Анна Литинбердина, Жигир Баваханов, Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Хабар, 24. Стерилизацией бродящих животных в Уральске займутся сотрудники аграрного университета. Программа была на грани срыва после того, как жители выступили против строительства питомника. Подрядчик отказался от выполнения работ. Отлавливать и проводить процедуры было некому. В регионе провели повторный тендер и определили ответственного за гуманный способ решения проблем с бродячими животными. Роза Сатканова с подробностями. Пока в городе работает одна бригада городской ветеринарной станции. Заявок по отлову очень много, рассказывают сотрудники. Поступают как от организации, так и от жителей частного сектора. Агрессивных и с признаком бешенства усыпляют на месте. Таких было четыре. Остальных приводит питомник аграрного университета. Среди них немало породистых. Не отрицают, что возможно есть и домашние. При этом предупреждают, любое животное без сопровождения приравнивается к бродячему. Вот эта собака у нас таза породистая. Она находилась в общественных местах без наморника, без поводка, без сопровождения. Считается как бродячая собака. На базе ветеринарной клиники университета животных кастрируют или стерилизуют, вакцинируют, чипируют. После проведения всех медицинских процедур выпускают на свободу. Уже прооперировано около 50 собак и кошек. Занимаются этим студенты и магистранты университета. Это 33-я по счету собака, которую здесь оперируют. Пса привезли из частного сектора, из поселка Круглоозерное. Сейчас его будут кастрировать, а затем выпустят на улицу. На прижний ареал обитания опускаются. Соответственно, они контролируют еще численность грызунов. Не допускают на свою территорию хищных животных, других лисиц, даже барсуков, вот этих шакалов, корсаки. Если заметили, в пригородах уже гуляют вот такие животные. До конца года в области планируют отловить и стерилизовать больше трех тысяч собак и кошек. В Акимате на это выделили свыше 35 миллионов тенге. Для содержания и проведения операции для самок расход 11 тысяч тенге, а для содержания самцов и операции затрачивается 5500 тенге. На озвученную сумму входит кормление животных, вакцинация животных, предварительно обследование животных, лечение животных, дегерметизация животных и чипирование. Ну, соответственно, операции. Такой гуманный метод в регионе применяют впервые. Главное теперь, чтобы жители отнеслись с пониманием к бродячим собакам и кошкам. Они, как заверяют специалисты, теперь не представляют никакой опасности. Роза Тканова, Руслан Газетов, Канад, Махмутов, Уральск, Хабар, 24. Общественный транспорт может стать источником массового заражения коронавирусом. Жители Нур-Султана жалуются на переполненные автобусы в часы пик. Наш корреспондент Асхат Неязов сейчас находится на одной из популярных остановок общественного транспорта столицы и готов рассказать, какая там обстановка сейчас. Асхат, добрый вечер. Ну, судя по картинке, все не так уж и плохо. Ну, да, мы выбрали такую одну из самых действительно оживленных остановок. Мы находимся на пересечении улиц Мангелик-Ель и Кунаева, прямо возле Дома Министерства. Тут обычно очень много госслужащих. Выходит как раз сейчас по времени конец рабочего дня, то есть сейчас пик. Сегодня с утра, если позволят сейчас режиссеры, мы покажем телезрителям, какое видео было популярно в социальных сетях. На нем видно, как люди не могут просто так попасть в автобус, потому что он переполненный. Не знаю, насколько видно сейчас по картинке, людей буквально трамбовали. И это видео было, по-моему, если я не ошибаюсь, снято сегодня утром. И как раз-таки комментаторы в социальных сетях писали под постами с этим видео о том, что о какой социальной дистанции может идти речь. И жаловались на то, что вот сейчас не могут открыть кинотеатры даже с 50% рассадкой. Есть ограничения и в других сферах, то есть торгово-развлекательные центры по выходным не работают. Но при этом, я не знаю, как так получилось, но прямо сейчас никого абсолютно нет на этой остановке. Люди как будто уехали в последнем автобусе. Ну, в общем, картина вот такая, как вы видите. Может быть, сейчас просто так нам получилось. Вот едет какой-то автобус, давайте попробуем туда зайти, прокатиться, посмотреть, как обстоят дела в час пик после рабочего дня. Ну, видим, подъезжает автобус. Насколько мы знаем, должны открыться все двери, но двери не открываются, открывается только передняя дверь. Давайте туда и пройдем, посмотрим, какие есть ограничения. Вообще, вроде как, если я не ошибаюсь, по последнему постановлению главного санитарного врача сейчас только есть ограничения по масочному режиму, то есть в автобусах должны находиться обязательно в масках, людей не должны пускать без масок. И есть ограничения по наличным платежам, то есть оплачивать только безналичным способом. Мы сейчас видим, в принципе, все в масках, то есть, но автобус не такой полный, как мы видели в утреннем ролике. То есть, вот посмотрите, есть даже места сидячие, свободные. И здесь, в принципе, можно вот в таком автобусе, в котором мы едем сейчас, можно соблюдать социальную дистанцию. Подскажите, пожалуйста, вот такие автобусы в час пик свободные всегда, каждый день или просто мы так попали? Просто вы так попались. Просто так попались? А обычно как? Обычно полный. Полный автобус, да? А социальную дистанцию людям как, можно соблюдать? Никак. Никак не соблюдаем? Никак. То есть, в принципе, это невозможно, да, получается? Ну вот, то есть, люди говорят, просто так получилось, что мы попали вот в такой пустой автобус, а соблюдать социальную дистанцию на остановках, и вот особенно, когда люди заходят в автобус, очень сложно. Мы попросили сегодня представителей СТС, то есть бывшего Астана ЛРТ, чтобы кто-нибудь из представителей проехался с нами, но сегодня сказали, что сотрудник не может, он занят. Надеюсь, он завтра сможет час-пик проехаться с нами и прокомментировать ситуацию, когда есть переполненные автобусы, и что делать со столичными властями, чтобы решить эту проблему. У меня все. Если есть какие-то вопросы по поводу общественного транспорта? Ну, вопросов нет, кроме того, что, может быть, посмотреть по сторонам, акиматовские сотрудники, либо сотрудники СТС, вокруг, может быть, разогнали народ, и в час-пик, и выпустили на маршрут больше автобусов. Если нет их там, то тогда спасибо большое. Асхат, мы продолжим. Асхат Ниязов проверяет, как в автобусе соблюдают социальную дистанцию в период карантина. К другим темам. Казахстан не планирует возобновлять железнодорожное сообщение с другими странами. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач страны на транспорте. Садвакас Байгабулов также напомнил, что, собираясь в нашу страну, иностранные граждане из стран второй категории должны иметь справку о прохождении ПЦР-теста. В противном случае их не пустят на борт самолета. Казахстанцы, которые возвращаются оттуда без отрицательного теста, будут изолированы на два дня. За это время они должны пройти тестирование. В список стран второй категории входит 21 государство, в том числе Россия, Узбекистан и Турция. Как известно, пересечение зарубежных стран, первой и второй категории, только авиасообщение. Другие границы, автопереходы и ЖД, там закрыты. Соответственно, в ближайшее время они будут рассматриваться по дополнительному возобновлению авиарейсов с другими странами. Наоборот, рассматривается вопрос о сокращении количества рейсов в связи с тем, что в европейских странах, в той же Турции и Восточной Азии наблюдается подъем заболеваемости по ковид. Председатель Совета Безопасности встретился с министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым. Глава МВД проинформировал Нурсултана Назарбаева о принятых мерах в стране в период карантина. Тургумбаев рассказал о работе, проводимой по улучшению взаимодействия правоохранительных органов с населением, о обеспечении открытости и прозрачности их работы. Эльбасы отметил, что государственным органам наладить прямой диалог с населением. Председатель Совета Безопасности указал и на важность качественного исполнения поручений главы государства по дальнейшему реформированию местной полицейской службы и обеспечению правопорядка в стране. В Жамбулской области завод минеральных удобрений Казфосфат увеличил объемы экспорта. С начала года предприятием 89% выпускаемой продукции отгружено на зарубежные рынки. В особом фокусе желтый фосфор. В этом направлении производителю оказана финансовая поддержка в рамках программы «Нурлы Жол» через Банк развития Казахстана, дочерней структуры холдинга «Байтирек». Благодаря этому был увеличен экспортный потенциал завода и, соответственно, повышена его конкурентноспособность. Казфосфат занимается выпуском 22 видов фосфорной продукции. Основным из них является желтый фосфор. Завод, к слову, один из четырех производителей этого удобрения в мире и экспортирует свою продукцию в 33 страны. Спрос продолжает расти, и чтобы полностью его обеспечить, потребовались новые финансовые вливания. Для увеличения собственных мощностей и повышения конкурентоспособности на рынке предприятие заручилось поддержкой Банка развития Казахстана в рамках госпрограммы «Нурлы Жол». Самый большой инвестиционный проект, который мы сейчас уже с марта месяца приступили, к строительству второй очереди, это расширение производства фосфорных удобрений. Установленную мощность мы довели с базы, с помощью Банка развития Казахстана, другими банками второго уровня до 500 тысяч. А сейчас мы в следующем году должны этот проект реализовать. И, наверное, тем самым объем производства фосфорных удобрений именно в Казахстане, вот на базе удобрений именно в Казахстане, вот на базе Казахстана, мы доводим до 1 миллиона тонн. Банк развития Казахстана оформил льготный кредит в размере 7 миллиардов тенге. Это дает новый импульс работе компании, которая является одним из крупнейших химических производств. Банк развития Казахстана является основным оператором государственной программы Нурлужол и в рамках своего мандата поддерживает отечественных экспортеров, в частности, компанию Казфосфат. Вот уже на протяжении пяти лет между Банком развития Казахстана и Казфосфат складываются надежные партнерские отношения. На сегодняшний день в банке открыта для Казфосфат возобновляемая кредитная линия. Цель финансирования – это закуп сырья для дальнейшего производства готовой продукции. Предприятие планирует выпустить продукцию на 155 миллиардов тенге до конца года. Это почти на 5,4% больше предыдущих показателей. А чтобы достичь амбициозной планки в 1 миллион тонн удобрений в год, построят дополнительный завод. Его мощность составляет 500 тысяч тонн сырья. Каухар Сарсенбаева, Руслан Бахтпекл, Джамбулская область, Хабар, 24. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok